Всем привет! Вы с Олегом Соскиным на моем первом канале. Сегодня 01.07.2022. 1 июля. Все продолжается и воронка всей нехорошей ситуации расширяется на другие страны. Пока еще не в военном плане, но уже во всех остальных по полной, как говорится, диспозиции. И вот начнем с того, что Газпром должен остановить Северный поток-1 с 11 по 21 июля. Прокачка по газопроводу полностью будет остановлена почти на две недели для планового техобслуживания. Как известно, с середины июня Россия сократила поставки газа по Северному потоку на 60% в связи с проблемами техническими турбинами обслуживания немецкой Siemens. И она их с ремонта получить не может с Канады. Это означает, что практически в Газпроме начались серьезнейшие проблемы. То есть, можем говорить, что вот эта линия Северный поток-1, Северный поток-2, я думаю, его разберут. Это ясно, что он работать уже не будет. Северный поток-1 выходит из строя. То есть, это система 55 миллиардов кубов газа в год. Это, конечно, колоссальный удар по Газпрому. И это, прежде всего, по Российской Федерации и лично по Путину. И по Меркель. То есть, план Меркель, направленный тогда на Шрёдера, собственно, социал-демократов, ХДС, ХСС, чтобы заменить Украину через вот эти балтийские северные потоки газопроводов, он оказался абсолютно тупым, глупым, и он привел к войне, прежде всего. Он привел к дестабилизации газового рынка, и он привел к колоссальному росту цен. В принципе, за это, за такие преступления надо и Шрёдера, и Меркель, собственно, привлекать к ответственности. Это было бы очень правильно, потому что их действия привели к серьезным негативным результатам для Германии. И не только для нее. Итак, остановка Северного потока-1 работает пока, ну, польский не работает, Ямал-Европа, работает украинский. То есть, как ни странно, через Украину идет российский газ, до сих пор Зеленский, Ермак, этот, как он там, Шмигаль и прочие витренки. И с помощью этого газа, денег от него полученных, убивают, уничтожают каждый день мирных украинцев и украинских воинов. И это продолжается, и никто это не заслушивает. Говорят, что деньги от этого получают, еще какие-то обязательства и так далее. В принципе, это фантасмагория, за это надо тоже, конечно, наказывать. Ну, кто, кого будет наказано, все больше уже такое, создается все больше фактов про то, что все-таки то, что сейчас в Украине происходит, это какие-то реализуются договоренности. То есть, с одними воюют, а с другими есть какие-то договоренности. В том числе, по поставкам этого газа с России через украинскую систему газопроводов на юг. Что это означает? Теперь следующий момент очень важный. Газпром снизил добычу газа больше, чем на 30%. Это очень серьезно. То есть, в деньгах вроде бы больше, но с точки зрения поставок, так на 30% меньше. Хотя там они немножко увеличили по вот этой силе Сибири в Китай. То есть, Китай предатель. С Китаем надо давать ему ноту, надо Зеленский, надо разговаривать жестко, надо говорить о том, что Тайвань признаем как Китайскую республику. То есть, Китай другого поведения, Китай не понимает. С ним заигрывать нельзя. Он считает, что если ты Зеленский, так, у тебя один пояс с ним и один путь, значит ты слабак. И тебя, можно так сказать, закатывать этим асфальтоукладчиком и в любую позу. Это Ермак. Ну, откуда вы знаете? Вы же, в общем-то, как говорится, люди ученые университетов не заканчивали. Вот смотрите, какая ситуация. То есть, Газпром падает, реально падает, он становится изгоем. Следующее, что произошло, вчера буквально, то есть, в последний день июня, предпоследние дни июня, упали на бирже акции Газпрома на 30%. Будут больше падать. Почему? Потому что Газпром фактически, он теряет статус доверия и он перестает быть международной корпорацией. То есть, от его акции, от работы с ним отказывается все больше стран, которые воспринимают Россию как врага, который ведет геноцидную агрессию против Украины. А в сегодняшний день таких в этом союзе уже проукраинском военном во главе США и Великобритании уже на минуточку 50 стран. Это уже достаточно много. То есть, те, которые приняли решение на военном уровне, военной сфере поддерживать тем или иным образом Украину. И это означает, что так или иначе, но военная мощь, военный потенциал Украины, он будет нарастать. Он будет нарастать. Да, будет Украина очень страдать, терять территории, будут ее города, будут ликвидироваться, уничтожаться, будут людей. Путин будет дал приказ лично следить за тем, чтобы попадали ракеты их поганые в украинские дома, предприятия, торговые центры и так далее. То есть, он получает удовольствие от физического уничтожения женщин, детей, стариков, а не только военных. Понимаете? Даже гражданское население уничтожения, ему даже более это радостное для него событие, для его кровавого капища в Кубинке, где они там с Гундяевым эти кровавые мессы Камлане делают вместе с Шойгу. Вот есть такое выражение, что говорят, когда Путин пришел к Шойгу в гараж, он ужаснулся, ему стало очень страшно, он рассказывал Пулачеву, кажется. То есть, что ж этот Шойгу там делает у себя в гаражах? Поэтому эти как бы, ну известно, что кто он такой же, у него мать кровей Зеленского, а отец это один из главных шаманов Тувы. Так что алтайские шаманы, тут как бы все тоже понятно. Теперь смотрите, что дальше получается. То есть, Газпром практически находится все в более-более тяжелом положении. Следующее событие, которое произошло, это арест ректора, который там чуть ли не с 2002 года, так называемого МАУ. Вот, ректор, он серьезный, этот ректор, я вам сейчас скажу точно, чтобы я правильно вам сказал название. И так это называется, Академия. Академия Владимира МАУ арестовали. Да, под домашний арест посадили его. Это человек серьезнейший. И он разработчик, был на минуточку. Владимир МАУ, он давал залог, предлагал покрыть вот эти 21 миллион рублей, которые ему выставляют, как какое-то мошенничество. Он ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Это при президенте, при Путине. То есть, это ключевая фигура. Это мощнейшая ключевая фигура. Более того, они ему шьют, что он якобы с помощью фиктивного трудоустройства, 12 сотрудников в Академию. Это было, ему, кстати, 62 года. Это было в каком-то там 17-18 году. То есть, чушь полная, конечно. Академия имеет благодарность от Владимира Путина в 18-м году. Был он орденом, орденами награжден заслуги перед Отечеством 3-4 степени, орден почета, медаль Столыпина, заслуженный экономист, советник первого класса. То есть, ой-ой-ой-ой-ой. И что же вам это ничего не напоминает, эти аресты? Плюс Жиракова арестована, замминистра была образования. Плюс еще там один был товарищ арестован этой, тоже еще одного, ректор Шаненки Зуев. Ну и якобы показания на него это Ракова дала. Так вот, смотрите, что это означает. Там правильно говорится. Он был, кстати, он очень заслуженный. Он входил в разные команды, Гайдара команды, в команду Ельцина тоже. Он был один из разработчиков программ третьего президента, экономической трансформации, третьего президентского срока Путина. То есть, он находился в колоссальном почете. Ну, готовить кадры, представляете, на каком уровне. То есть, это президентская академия, это высший там. Я был когда-то, ну, как бы, в 90-х годах где-то. Я, вот, ну, так как бы, представляю себе какой-то уровень. Это серьезнейшие люди, огромного уровня люди. Ну, тем более, надо отдавать должное. Это же не просто там какие-то. Самое интересное, что в марте МАУ подписал письмо среди ректоров в поддержку вот этой спецоперации геноцидной войны в Украине. Представляете? И это ему не помогло. Это ему не помогло. Его все равно арестовали. Причем без права залога. Домашний арест потом, ну, так сказать. Они его будут ломать, это понятно. Теперь смотрите. Ну, им что-то надо. Теперь я вам дам следующее сообщение. Я думаю, оно чрезвычайно для нас с вами важно. Для понимания ситуации. Я вам говорил когда-то, что есть такой у них Андрей Белоусов. Он сейчас уже первый вице-премьер у вот этого мытаря Мишустина, который живет по принципу «Моя твоя не понимать, деньги давай». И вот, что он заявил? Он заявил, говорит, Кабмин компенсирует авиакомпаниям, это прямая речь, затраты на увеличение времени в пути до Калининграда. Правительство даст им эти деньги полностью. Необходимо обеспечить доступность самолетов, авиасообщения с регионом для граждан. Они должны это все делать, деньги, деньги. То есть после введения Литвой санкций, их разрастания, 18 июня это было введено, литовские железные дороги ввели, потом ввели перевозка каменами и так далее. И будет то же самое сделают так называемый субсидируемый тариф для морского транзита в Калининград, чтобы он был не выше железнодорожной цены. Представляете, что творится? И вот что это означает. А Белоусов это один из главных разработчиков вот этой новой модели, так называемого государственного социализма на территории Российской Федерации. Ликвидации любых частнокапиталистических форм. Ну там только на уровне травы оставят и так далее. И он именно тот, кто прекрасно разбирается в экономической кибернетике, в моделировании, в планировании и в этих всех. И они отмоделировали вот эту программу. И его переполох, то что он занервничал по поводу Калининграда, означает, что я правильно вам дал в своих роликах. Но я говорил, что они будут пробивать Сувалковский коридор. Видимо, они риски просчитали. Плюс, конечно, мадридский саммит НАТО, это просто выдающийся. То есть произошло, ну вот как Украина взбодрила их, да? Уже таких, они как бы такие, уже дряхлые были. А Украина такой им вставила паяльник в одно место, а что НАТО прямо ожило после этого всего. И приняло очень серьезное решение. То есть Путин еще это не осознал. И Синдзяпин до конца, что там сформулировано так, что Россия это главная угроза, а Китай коммунистический, Синдзяпин, это главный вызов до 30-го года. И те, и другие. Та угроза, а тот вызов. Вызов, кстати, очень всегда часто превращается в угрозу, если кто-то из вас понимает что-нибудь в стратегическом управлении. Поэтому там мне пишут комментарии, типа вот НАТО. Одни мне пишут, ой, видите НАТО какая, вы говорили, что они слабые. Ребята, они начинают оживать, потому что Украина воюет, потому что кровью поливаем, понимаете? Плюс они приезжают и едят в Бучу, Верпень, Вородянку и в другое. Плюс они видят по телевизору, видят Кременчуг, видят эту теперь Одесскую область, Карьков видят, Чернигов и все остальное. Понимаете? То есть они видят это и они переносят, они шумные люди, они переносят это на свои страны. Они перевозят это на германские города, на французские Макрон перенес, Шольц на германские перенес, это Ундерляйн, это как он ее теткой называет, Медведев. То есть это люди, которые в состоянии понимать, что если Украина падет, то это весь, так сказать, эти людоеды помчатся на них и не остановятся. И сожрут их просто с потрохами там вывернут. Вот что они понимают, это элита их. И поэтому, естественно, они говорят, да, так надо пока Украина стоит, ребята, надо вооружаться. Надо жить, иначе нам всем капец. Плюс они проанализировали, что в самом деле технически Путин очень спокойно с Лукашенко своим големом пробьет этот Сувалковский коридор. И они рассчитывали запугать, но тут они поняли, что они ничего запугать не могут, что НАТО готово. Более того, американцы дают огромные вооружения людей и так далее. И это чревато уже просто колоссальным, кровавым побоящим истолкновением. И они потеряют Беларусь. Однозначно уже в этой ситуации. Плюс Украина стоит, и Украина, и Польша ударят с двух сторон, и Литва подключится. И, так сказать, сделают фиесту, обед такой небольшой, да, на территории Беларуси. С Лукашенко там сделают траву и люля-кебаб. Поэтому они это осознали, эти риски. И тогда изменяется риторика. То есть, они поняли, что на Сувалковский коридор у них мочи не хватает. И надо где-то поискать что-то другое. Говорит, как тот говорил, будете тебе какао с чаем, да? Говорит, шампанское по утрам, говорит, мне надо шампанское выпить, душ принять. Он говорит, шампанское по утрам, герой говорил, да, пьют только аристократы и дегенераты. Поэтому тут все понятно, что на Путина их эту бандитскую шлаебень, естественно же, они не аристократы, да? А поэтому шампанского им тем более не дадут. И даже сидра не дадут, тем более Лукашенко. И вот ситуация возникла совершенно другая. А раз они не могут сделать военную операцию, то тогда палка-то хотя бы два конца имеет, может и больше. И вдруг Олег Игоревич и некоторые другие стали говорить, так ради бога, появилась классная ситуация. Путин все время тылдычит про какие-то референдумы. Так вот, давайте им и тут референдум сделаем в Калининграде. И тут они, как Белоусов начал считать, он у них все-таки один из самых умных, и это глава Нацбанка. И они поняли, что в самом деле, если ситуация сейчас с этим миллионом человек, достаточно прозападноевропейски настроенным, привыкшим к достаточно хорошему потреблению и комфортной более-менее жизни, упадет в результате непоставок товаров с мазелэнда московицкого, то тогда они скажут, так мы тогда уходим на Запад. Мы тогда подаем заявку в Европейский Союз, мы к этому готовы. А в чем проблема? Он Шотландия референдум, что хочет провести, что она независимость будет у нее. А чего? Эти не могут провести. Косово провело. Вот ЛНР, ДНР, Путин там под этими пушками типа провел. Сейчас будет в Херсоне проводить. А чего Калининград не может провести? Да, на два, как говорится, два пальца. И обмочить в Балтийском море. И теперь для Путина, Путин еще не осознает. Эти болваны, Володины, Матвиенки, вот эта Шушера там, которая выступает разная там на каналах у этого Соловьева Шапира, чтоб ты жил как Соловьев, да, говорит, я пою как канарейка, а живу как Соловьев, да. Вот, они все там начали, ну они просто заряжены, там у них пластинка крутится. А этот Белоусов быстренько дал новые данные, они их загрузили в их эту систему. Она им выдала, что красным все горит. И Белоусов лично заявил, что сейчас мы быстро туда бросаем субсидии. Причем он в отличие от этого Алиханова, потому что Алиханов, ну Алиханов он и есть Алиханов. Алиханов, 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 вот дитё моя твоя, что там, не понимая, да. Вот, или понимая, но ты меня не понимаешь, я тебя не понимаю, и мы вместе что-то понимаем тогда, да. Если минус на минус, что будет, плюс. Вот, поэтому что получилось у них? Получилась ситуация, что он пришел к выводу, ну не он, а их модель обсчитали они, что они могут сохранить ситуацию и удержать хоть более-менее статус-кво только с помощью авиаперевозок. То есть морская доставка будет перекрыта по-любому. И таким образом у них калининградский анклав, мне пишут, это не анклав, там есть территория с моря, он неограниченный, эксклав мне пишут. Я им пишу, ребята, мальчики, девочки, в комментариях, что в лоб, что по лбу. Говорит, ты меня хоть этим самым груздем мне это самое назови, только говорит, а не, горшком назови, только говорит, в печку не совай. Говорит, ты хоть Путину горшок на голову надеешь, только говорит, его под этот самый, под биту не ставь. То есть получается такая ситуация, что фактически в течение двух-трех недель там может выстрелить революционный кризис в Калининграде. С чем я вас и поздравляю, это новенькое, такого мы еще не видели на этом поле. То есть это хаос начал действовать и выдал нам новый тренд, которого не было. Которого не было. В результате совокупных действий он появился. Вот он как хаос появляется. Я вас, так сказать, любимые мои зрители и слушатели учу. Ну это для нормальных там. Мне там пишут, что НАТО, какое там НАТО, ничего не сделает. Он США в Афганистане. Ребята, при чем тут Афганистан? Это же совсем разные вещи. Афганистан, кому тут Афганистан нужен? Это просто они по глупости своей туда вошли. А потом выйти не могли. Их Обама туда завел. Рулевой. Этой самой. Клинтонский рулевой завел. То есть что получается? Получается такая ситуация, что сейчас будет развиваться мощный Калининградский кризис. О том, что он стал очень опасен, свидетельствует, как путинские крысы и гиены завыли в Германии. И вдруг целый Шпигель опубликовал статью, что его источники говорят, что Германия очень в руководство, очень прямо наехала на Литву. Говорит, снимайте ограничения. Европейская комиссия этим занимается, траливали. Вы чего? Какие ограничения? Какие исключения? Война в Украине, он каждый день, он грохнули, я вам говорил, сколько людей за сутки отправили, как говорится, в другое измерение. Вы чего? Какие могут исключения? Действуйте, как Норвегия со Шпицбергеном, бац, и все, через две недели максимум, если не будет доставок, загрузят, тогда россияне подгонят своих, этот атомный крейсер Петр у них там есть. Врагу не сдается наш варяг, пощады никто не желает, да? Но заберут свои манатки с этого Шпицбергена и так же, как они смылись со Змеиного. Только у меня к залужному вопрос, вы чего не бомбили эти катера залужные, когда они грузили туда свой воинский состав? Неужели тебе от Ермака команда опять поступила, как спад Киева, не всех уничтожать, да, залужные? Все, в шутки играете, как Гиркина выпустил Порошенковские тогда кадры, или кто тогда со Славянской и прочего, и не добили, когда они по дорогам шли. Смотри, вот здесь Зеленский Ермак, залужный, залужный, такая фамилия странная, луга, это лужа, лужный, залужный, залужа или за лугом, или вообще непонятно, где он находится. Такая странная фамилия, странная личность, странная какая-то фигура, вот, и лицо явно не обезображено интеллектом. То есть, есть какие-то вещи совершенно неправильные. Я потом вам про них расскажу, когда про Украину, когда они вякают, что вот не может Украина там отбить и все. В другом месте наступайте, вон на Донецк идите, на Белгород идите, что мало вам городов, на Брянск идите, у них там никого нет, они сразу все войска снимут с Лисичанской и погонят туда, чтобы там защищаться. Нельзя же такими болванами быть и других делать, идиотами, если сами такие. Так вот, Калининградский кризис начинает разрастаться, набухает, классно набухает, дорогие мои. И Литва надо приветствовать, Литву. Моровецкий там что-то заерзал на стуле, так, это что, вот, там надо это, какие-то послабления. Так возьми и сделай послабление, вот, для Беларуси, там они вводят эти всякие им преференции, и Лукашенко тоже, там им тоже, говорит, безвизовый режим, то есть у Лукашенко тоже петля на шее затягивается каждый день. Говорит уже, все, говорит, мыло с собой приносить или выдавать будут? Нет, говорит, не надо, мы из мыла будем вас вешать, скамейки только приносите, которые из-под вас выбивать будем. Поэтому идет набухание ситуации, классное набухание. Если Литва сейчас будет усиливать нормальный этот, так сказать, вокруг этого анклава-эсклава изоляцию, то будет очень интересно. Потому что в России, чтобы вы понимали, фактически пролный коллапс или коллапс. Почему? Потому что у них производство машин, автомобилей сократилось по сравнению с 2021 годом почти на 97%. А на минуточку. Самолеты они вообще не производят, то есть летать скоро не на чем уже вообще будет. Хотя они свои эти ботоксные щеки и морды надувают, там Володин в этой их думе. Дуют, дуют с Матвиенко, дуют, дуют. Но у них уже там, как говорится, воздух начал из других трубок и проходов выходить. И получается это как цыгане. Прошу прощения, не будем мы эту тему брать. Ромы, да, там ромы такой у них тоже. Новаторский подход к лошадям был, чтобы реализовать их на ярмарках, как хороших. Так вот ситуация, так это усложняется. С чем мы вас всех и поздравляем. Вы с Олегом Соскиным на моем канале. Вот Россия погружается в финансово-экономический коллапс. Пучину. Финансово-экономическую пучину. И идет навстречу полным ходом к Хрущеву, Сталину, Берии и прочим мудакам. Беста Олегом Соскиным. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин